В этом году республиканским планом предусмотрено проведение капитального ремонта в 27 многоквартирных домах города Кумертал. Это различные виды реконструкции кровли, электроснабжения, утепления фасадов и другое. Основные работы ведутся по замене кровельного покрытия. По словам главного жилищного инспектора, процесс проходит в плановом порядке. Срывов сроков нет и все подрядчики заняты на обозначенных объектах. Работу за качеством ежедневно следим, проверяем представителей рекоператоров, всю работу проводим совместно. Выезжаем на домах постоянно. Всю систему контролируем, конечно. Дом по улице Палатникова считается одним из самых старых зданий в городе. Ремонт в нем по стяжке и мягкой кровле проводился очень давно. Квартиры на пятом этаже протекали практически все, и поэтому в данный момент в них никто не живет. По этим причинам дом был выбран для срочной реконструкции в этом году. Здесь, естественно, вырубился старый бекрост вместе со стяжкой до плит. Мы, как говорится, каждый шаг фотографируем, какие виды работ мы делаем. И заново здесь мы уже сармированную стяжку сделали, сеткой сармирующей. Вот вы видите, она уже как бы 50% готова. Затем уже новое будет покрытие кровельных материалов. Ну, отремонтируется вентканал, отштукатурим, все это покрасится. В общем, в последующем это будет очень даже красиво. Капитальный ремонт – это ежедневный труд многих людей. Не только технических и офисных сотрудников. Жители ремонтируемых зданий принимают немаловажное участие в работе, решая вместе с руководством возникающие в процессе проблемы и находясь в постоянном совместном диалоге. У нас до первого этажа протекала крыша. До первого этажа. В течение семи лет мы обращались неоднократно к Курову, к Беляеву. И вот на этой основе сейчас у нас производится ремонт крыши. То, что крышу делают, это для нас, конечно, очень хорошее дело, потому что с пятого до третьего этажа, вот я сама житель третьего этажа, у нас стояли тазики, ведра, как весна, как осень. Покрывали палы полиэтиленом, чтобы это не все не протекало. К неудобствам, возникающим в процессе ремонта, жильцы относятся лояльно. Ведь их дом так долго ожидал своей очереди для реконструкции. На время проведения кровельных работ все остались в своих квартирах. Эти ремонтные работы не мешают. Ребята, которые работают, очень хорошие, положительные. Они за собой все сразу убирают. Не сказать, что там какой-то шум стоит или что-то бьют. Нет, очень спокойно, тихо. Мы ничего не имеем против. Гарантия службы стандартного кровельного покрытия 5 лет. По словам руководителей жилищных служб, осуществляющих контроль над капитальным ремонтом, необходимых материалов для его выполнения достаточно. Поэтому работы будут закончены в запланированные сроки. Я считаю, что это очень хорошо, что есть такая программа. И все зависит, конечно, от нас. Количество домов, ремонтируемых ежегодно, зависит от каждого из нас. Как мы будем платить, столько, соответственно, домов мы и будем ремонтировать. Будем лучше платить, будет больше домов. Раз примерно в 10 лет каждый дом пройдет один вид капремонта. Но будем платить лучше, будем ремонтироваться быстрее. Может быть, и дойдем до 7 лет. Здесь в городской типографии периодически рождаются местные информационные печатные издания. В частности, из Танка выходят Кумертауское время и Юшатырь. Каждая по-прежнему наполнена местными новостями. Время на русском языке, Юшатырь на башкирском. Сегодня, отмечают главные редакторы, печатная отрасль, как и большинство производств, переживают не лучшие времена. Читатель уходит в интернет, предпочитает электронные версии изданий или вовсе перестает интересоваться переводикой. А некоторые просто не могут позволить себе потратить деньги на подписку. Тем не менее, городские газеты остаются на передовой войне за самую читающую страну. Не могу сказать, что очень отрадно что-то. Но, по крайней мере, мы набрали тираж такой же, как был в первом полугодии. Это 4100 экземпляров. По крайней мере, тираж не упал. Конечно, голос задания, которые нам поставил президент республики, оно недостижимо. Это 5700 экземпляров. Все мы понимаем, что экономическое положение в городе нельзя назвать легким. Поэтому мы уже рады тому, что есть. Подписка. Ну, не можем похвастаться, скажем честно. Но в то же время говорить о том, что ситуация слишком плачевная, я бы не стал. Потому что мы набрали столько же, сколько мы имели. Подписаться на газету сейчас можно несколькими способами. Есть варианты получать издание на электронную почту, забирать в одном из ближайших магазинов или в своем почтовом ящике. Наиболее бюджетной из этих вариантов электронная версия. Для оформления подписки необходимо обратиться в редакцию газеты или прийти на почту в соответствующее отделение. У нас сейчас своя служба доставки, у которой есть 4 почтальона. И наша редакционная подписка в разы дешевле, чем через Почту России. Поэтому на это полугодие Почта России из всего тиража нам сделала всего 1 треть. Остальное наша редакционная подписка. Меняется время, меняется читатель, ничто не стоит на месте. Городским газетам тоже приходится искать пути для развития. Однако прежними остаются материалы изданий со своей объективностью, неравнодушием и чутким отношением к читателю. Возможно, именно поэтому местные издания по-прежнему интересны многим горожанам. Тут отвечает очень много новостей, как городских, так и республиканских. Ну и также можно узнать все-все-все новости. Про все пишется, как живет город, как живут люди. Не только у нас, и везде. Так что нам нравится. Ну а как можно без газеты? Там же все новости городские. Я не представляю, как это люди не уписывают газеты. Я это не могу представить себе. Ну вот как жить в этом городе и не знать новости. Товарищ главный судья, парад участников для проведения соревнований построен. Судья получает участие в городе. Здравствуйте, товарищи участники! Здравствуйте, товарищи! На днях в селе Ермолаево на стадионе здоровья прошли ежегодные соревнования среди пожарно-спасательных частей сельских поселений. Участие приняли 9 команд. Я понимаю, тут стоят сейчас половина профессионалов, половина те, которые работают параллельно и в то же время участвуют в пожарах. Я хочу сказать вам спасибо. В любом случае, такое спасибо, как от пострадавших, от кого вы спасете на пожаре, вы такого спасибо точно больше не услышите. Проведение таких мероприятий необходимо для практической отработки навыков по оказанию помощи гражданам, обмена опытом и пропагандой приема в помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Соревнования прошли в два этапа. На первом команды продемонстрировали оказание первой помощи пострадавшим с наложением шейного воротника, шины на ногу пострадавшего и перемещением его на носилках. На шине еще один остался, ребята. Ага. На втором этапе участники должны были одеть боевое снаряжение, пожарный пояс с топором в чехле, каску с подбородочным ремешком, забралом и кирзовые сапоги или высокие ботинки. Далее огнеборцы прокладывали магистральную линию диаметром 77 миллиметров, присоединяли разветвление, рукавную линию, и ствольщик выходил на позицию, чтобы поразить мишень. То есть условием второго этапа была отработка навыков тушения условного пожара. О результатах соревнования позже нам сообщил начальник пожарной части 126 Сергей Фадеев. У нас проводились соревнования по двум подгруппам. Лучшая добровольная пожарная команда и лучшая пожарная команда. Лучшей добровольной пожарной командой было четыре команды. Первое место заняла команда Свободинского сельского совета. Второе – Бахмутовского сельского совета. Третье место – Ленинского сельского совета добровольная пожарная команда. Четвертое – Мурабтаусского сельского совета. Среди пяти добровольных команд лидером стал второй караул пожарной части «126». Второе место заняла ведомственная пожарная охрана Кончуринского управления подземного хранения газа. И третье у команды караула номер один.